Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием My Summer Car. И сегодня мы с вами посмотрим на обновление модификации, которое добавляет вот этот вот большой дом. Радует, что на самом деле автор не забрасывает свою модификацию и постоянно ее улучшает, добавляет что-то новое. И сегодня мы на все эти новинки вместе и посмотрим. Ну, как видите, сразу мы видим измененные текстуры, теперь все вот в таком вот кирпичном стиле, даже забор. Кстати, убрали клумбу тогда, получается. Ну-ка, давайте взлетим. Да, получается, убрали вот эти вот клумбы и снова поставили забор. Как вы видите, да, так лучше смотрится, действительно. А то клумбы какие-то были глянцевые и как будто искусственные камни какие-то окрашены в цвет травы, собственно. Вот так вот выглядит, по-моему, симпатично. По крайней мере, мне так кажется. Даже, смотрите, гараж вот этот вот новый, который отдельной модификацией устанавливается, он тоже вот такой вот теперь кирпичный и гармонично сюда вписывается. Вот эти вот черные рамки тоже прикольные, оконные. Их другим цветом, наверное, и не надо делать. Хотя, может, сделать их деревянными, кстати, было бы неплохо. Ну-ка, они просто черные, да, сплошной черный цвет. Так, немного мы проспойлерили, друзья, себе кое-что новое. Хотя, в названии наверняка вы и так узнали уже из названия. Давайте теперь уже свободно пройдемся и посмотрим, что же нового добавили. Забор, кстати, возможно, изменился. Или он такой и был. Не знаю, в общем, друзья. Жалко, он автоматически не открывается, когда человек проходит. Он обязательно реагирует только на автомобиль. Так, мы приобретаем, во-первых, дом. Открываем калиточку. Или он сейчас работает? А, да, я просто не купил дом. Так что все нормально, друзья. Все работает. Вот если вам лень открывать калиточку, вы всегда вот так вот свободненько можете пройти, как король. Просто тут все автоматизировано. Калиточка, ворот, точнее, открываются. Так, в гараже ничего не изменилось. Мод на гараж не обновлялся. Обновилась именно модификация на дом. Давайте сразу заглянем в гараж. В гараже абсолютно ничего не изменилось. Так, или одна лампа вот эта вот была добавлена. Закрываем гараж. Или здесь и было две. Но я особо не помню, на самом деле. Ну, снова какое-то скудное освещение. Могли бы лампы наверху разместить, как вот в этом, например, гараже. Смотрите, здесь куча больших массивных ламп. И они должны хорошо освещать. Так, ну что-то они, честно говоря, не загораются особо. Но, тем не менее, тем не менее, здесь освещение получше. Как вы видите, свет падает по всему периметру, в отличие от маленького встроенного гаража в дом. Здесь какое-то так себе освещение. Скудновато, скудновато. Так, давайте ответим на телефонный звонок. Блин, и бугает еще этот резкий скрип на самом деле. Надо его сделать либо потише, я бы сделал, по крайней мере. Или бы немножко его изменил. Так, перепрыгнуть забор не представляется возможным, друзья. Так что мы обходим. Е-мое, режет по ушам просто. Так, я надеюсь, вас не сильно раздражает, друзья, этот звук скрипа. Так, на телефон я уже ответить не успел. Так что мы просто заходим в дом. Закрываем двери, друзья. И давайте пройдемся, посмотрим, что нового. Так, а вот, кстати, и покрытие пола, да? Кстати, я как раз хотел что-то вроде паркета. И теперь мы, друзья, имеем вот такой вот пол. В прошлом обновлении он был просто бетонным. Стены не изменились. Тут до сих пор такие вот обои. Или это плитка какая-то. Ну да, больше на плитку похоже. То есть, скорее всего, в других комнатах тоже ничего не изменилось. Да. Везде такая вот плитка. Так, тут я не вижу никаких изменений. А был, кстати, вантус. Его можно использовать? Это что вообще? Почему у меня появляется индикатор руки? Но я ничего сделать не могу. Было бы забавно, конечно, если бы можно было пользоваться вантусом. Хотя это более вероятно, наверное, просто щеточка. Не очень понятно, что это такое. Но это скорее щеточка, чем вантус. Так, окей. Друзья, здесь у нас раковина. Взаимодействовать мы ни с чем не можем. Опять телефонный звонок. Да сколько? Может, я его отключу, короче. Чтобы он нас не отвлекал. Пошлем всех нахер. И он продолжает звонить, друзья. А нет, всего лишь один звоночек. Прошел. И все. Я уже думал, мы не пофиксили этот баг. Хотя разработчик вроде как говорил, что пофиксил. Так, здесь у нас имеется душ, который функционирует. Ё-моё. Смотрите, даже изменили эффект воды. Да, прикольно. Здесь другой смеситель, в общем, стоит. И посмотрите. Какие брызги. Ну, кстати, вот эти вот посимпатичнее выглядят, чем струя в оригинальном доме. Может, воду изменили и в прошлом обновлении, но я увидел только сейчас. Так, ну и все. Больше здесь ничего не изменилось. Зубные щеточки. Мыльцо. Вот такие вот полотенца. Мы отсюда выходим. И что это было? Что-то через потолок пыталось просочиться. Какая-то тьма хотела нас поглотить. Но все в порядке. Это всего лишь очередная галлюцинация нашего персонажа. Так, ну, телевизор. Все здесь осталось. На полочках ничего не прибавилось. Гараж, понятное дело. И мы отправляемся на второй этаж. Там самое интересное. Вроде как. Так, тут тоже ничего не изменилось. Может быть, обшивку немножко. Поотправили дивана. А может и нет. Я не помню. На самом деле, как-то изначально выглядело. Итак, друзья, заходим в эту комнату. Здесь у нас тоже вроде как ничего не поменялось. Шкаф был. Двуспальная кровать тоже была, по-моему. Балкончик вот такой вот. Все. Это мы с вами уже смотрели. Так, самое интересное должно быть в этой комнате. Да, вроде как. Да, друзья, посмотрите. Здесь целое рабочее пространство. Есть вот такой вот стульчик и компьютер с Windows XP, кстати. С загрузочным экраном. Точнее, это экран выключения. Вот такая вот мышка здесь. Коврик, смотрите, имеется, который лепится. Приклеивается просто к столу. Здесь у нас клавиатура. Не знаю, что это за клавиатура. Никаких опознавательных знаков нет. И надписей тоже. Так, и вот такой вот системный блок. Друзья, Philips. Можно даже сзади глянуть, наверное. Хотя давайте взлетим вот так вот и посмотрим, что у нас тут сзади. Ну, смотрите, есть даже вырезка под блок питания. Тут, конечно, не сильно проработано все, но тем не менее мы можем видеть синие винды какие-то яркие. Отверстие для вентилятора блока питания. Так, окей, давайте сместимся обратно. К сожалению, никак с компьютером взаимодействовать пока что нельзя. Но пока что, возможно, друзья, все-таки какой-то функционал автора этого мода и добавит. Было бы прикольно, конечно. Кстати, по-моему, даже разработчик нечто планировал внедрить в игру полноценный компьютер, с помощью которого вы сможете общаться с другими игроками. То есть это какая-никакая мультиплеерная составляющая. Реализует ли он эту возможность, неизвестно. Но, по-моему, она была, если я не ошибаюсь. Может быть, это мод какой-то на самом деле. Но где-то я видел, где-то я видел. В файлах игры, по-моему, все-таки нашли этот компьютер, вывели его, а потом его убрали в последующих обновлениях. Но это не точно, друзья. Может, это все-таки какая-то модификация была. В любом случае, в открытом доступе ее нет. Так, тут балкончик. Ну и все. Такое вот креслице, такой вот стульчик. У меня приблизительно такой же, кстати. Только более темного синего цвета. Ну да, у меня действительно такой же стул. Прямиком из Икеи. И все, больше здесь у нас ничего нет. Так что мы смело можем подниматься наверх. Давайте еще вот здесь вот прочекаем, что изменилось. Кстати, по-моему, больше мебели добавили. Был тут этот стол? Да, стол, по-моему, был прозрачный. Я о нем уже говорил. Такое ощущение, что вытяжку, например, добавили. Плита здесь была раньше, разве? Может, и была на самом деле. Так, тут до сих пор, смотрите, вот такая вот проблема. Ее не решили пока что. Так, окей. Ну, холодильник, понятное дело, функционирует. Мы уже его смотрели. Но все равно как-то пустовато. Нужно, наверное, сделать поменьше чуть кухню. Тогда вот здесь вот стенку сделать. Либо опять добавлять больше мебели. Мебель вроде как есть, и не только мебель. Но все равно пустовато достаточно. Вот, теперь мы можем отправляться уже на верхний этаж. Так, и здесь я изменений вообще никаких не вижу. Давайте взлетим. Труба была. Здесь все это было. Да, давайте переместимся, наверное, на задний двор. Во, вот здесь вот что-то, что-то добавили, друзья. Смотрите, какая-то печка. Похоже, мы здесь сможем, друзья, готовить барбекю. Или не сможем? Нет, мы взаимодействовать тоже никак пока что не можем. Блин, круто. Круто, на самом деле, много всего добавляют. Не знаю, будет ли когда-нибудь функционал компьютера и вот барбекю. Ну, было бы здорово. Представьте, собрались вы со всеми ботами. Готовьтесь барбекю, наслаждайтесь. Да, богатая жизнь, друзья, она такая. Она такая. Так, ну и все, да, здесь взаимодействовать вроде точно ни с чем нельзя. Похоже, это все, друзья, что добавили в свежем обновлении. Также я хотел кое-что проверить. Сейчас мы, наверное, этим и займемся. Сейчас еще осмотрим. Точно ли ничего я не пропустил? Ну, возможно, я что-то пропустил. Но не будем, наверное, заморачиваться. Да, давайте кое-что проверим. Допустим, я возьму сигарету. Так, е-мое, опять этот скрип. А у меня их нет, друзья, сигарет никаких. Так что мы сейчас быстренько переместимся в магазин. Купим пачку сигарет. Я надеюсь, я успел в магазин. Да, все нормально, я успел. Давай, быстрее, отсыпай. Случайные патроны купил. Так, мы берем сигареты, друзья. Перемещаемся обратно в дом и попробуем лечь в постель с сигаретой. И вроде как должен загореться стоковый дом, а не новый. Так, я, честно говоря, уже заблудился. Вон он там. Сейчас мы туда переместимся. По-быстрому. И попробуем заснуть сигаретой. Посмотрим, загорится ли вообще какой-нибудь дом. Потому что кто-то писал, что горит стоковый дом. О, смотрите, как внезапно появляется он. Так, перемещаемся. Давайте переместимся в комнату. Сразу наверх. Вот сюда вот, где можно поспать у нас. Так, я не сильно спать, конечно, хочу. Давайте прикурим немного. Так, ложимся. Еще корнем. Нормальная тема. И смотрим, что будет. Но этот дом вряд ли загорится. Просыпаюсь я глубокой ночи, друзья. Никакого огня не вижу. Правда, я вообще ничего не вижу. Так, ну нормально. Вылетаем отсюда. Да, этот дом не горит вообще. Теперь перемещаемся, друзья. Пробуем в наш старый дом. Постоянно приходится MC-тюнер сворачивать. Так, перемещаемся сюда. И на самом деле он тоже не горит. Не знаю, возможно, этот баг убрали. Либо мне просто не повезло. Но давайте еще разок тогда попробуем в таком случае. Возможно, я слишком мало поспал. Сейчас я специально здесь передохнул, чтобы расцвело. Чтобы я увидел, куда мне лететь вообще. Сейчас опять переместимся в этот дом. Закурим сигарету. И на этот раз я начатырю себе сонливость. Полностью заполню шкалу. И мы будем спать максимально долго с сигаретой. Может быть, тогда в таком случае дом загорится. Блин, мне нравится, как он внезапно появляется. Так, перемещаемся снова сюда. Немного четыре. Так, вот теперь я дико хочу спать. При этом, правда, я дико есть хочу, но ничего страшного. Мне кажется, мы не поврем за ночь. Так, ложимся. Сигареты, друзья. Прикуриваем ее. Так, ну-ка, ну-ка. Просыпаемся глубокой ночью опять. Сильно хотим есть. Но мне кажется, не загорится ничего. Погодите. Мне показалось, это ноги, друзья, торчат. Но это блики такие от подушек. Перемещаемся обратно в дом. Да, и как вы видите, здесь все в порядке. Может быть, шанс какой-то есть, что загорится дом. Ну, а я, по-моему, с сигаретой в стоковом доме ложился, и он сразу загорался после проведенной ночи. Так, давайте сделаем вот так вот. Поспим теперь на стоковой постели в стоковом доме. Так. Да, но он загорелся. Значит, все-таки был такой баг, что если вы спите в новом доме из модификации с сигаретой, то загорается именно стоковый дом. Но его, судя по всему, убрали, друзья. И теперь он загореться только сможет, если вы в нем, собственно, спите в этом доме. Ладно, а на этом мы, друзья, будем заканчивать. Ссылки на моды я оставлю в описании под этим роликом. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok